Много вопросов и ответов. Давайте вместе начнем вот так думать над этими ответами на эти вопросы. Уныние, ропот и некую радость. То есть абсурд такой. Мы радуемся, что он умер. Мы радуемся, что он был погребен. В телеграме, в моем канале, задали вопрос, что насчет богатства. Можно желать богатства. Мир вам, дорогие зрители. Вот решил опять на свежем воздухе походить и пообщаться с вами. Надеюсь, в этот раз такого сильного пересвета не будет. Несмотря без фильтра снимаю, здания будут видны. Вот о чем я сегодня хотел поговорить. Порассуждать вместе. Подумать над притчей Господа о блудном сыне. Кстати, по юлианскому календарю в Иерусалиме, ну это вчера, в воскресенье, у нас было воскресенье блудного сына. А в Армении цахказарт. Вербное воскресенье, как говорят, торжественный уход Господа в Иерусалим. И вот я вчера прощел проповедь, моя очередь была, и вот о блудном сыне. И вот решил и на русском поговорить с вами. И вот блудный сын. Притча блудного сына. Ну там, да, такое центральное место, то, что Господь хочет показать любящего отца, грешника, который потом покаялся, и любящий отец его принимает. Но я хотел бы с другой стороны подойти и рассмотреть два противоположных, два противоположных, две противоположности двух братьев. Ну там можно увидеть и самих верующих. Вот что видим. Видим трусость и мужество в этих двух братьях. Видим уныние, ропот и некую радость. Ну еще множество чего, и общее в них, что объединяет, это гордость. Вот что происходит. Подходит младший сын к отцу и говорит, дай то, что мне причитается, мою часть. Да, я пойду, что хочу, буду делать, грубо говоря. И отец, любящий отец в семье, да, вот интересно, он не говорит, почему сын, потому что любит и принимает его решение, отдает причитающий ему там сумму или то, что ему нужно. И через несколько дней этот сын берет и уходит. И уходит в другую страну, далекую страну, как говорит Евангелие. И там он расточает, тратится на блудницах и вообще уходит. И потом в итоге он понимает, что он здесь, где сейчас живет, очень плохо, лучше быть у отца работником, каким будет еще лучше. Он возвращается к отцу со словами, что согрешил перед небом и перед тобою. А отец издалека, видя сына, он выходит навстречу, встречает его, зовет своих слуг, дает, чтобы заповедовать, там, заколоть тельца. И целое веселье, и пир на весь мир устраивает. И интересно вот, что брат или старший брат был на поле, как говорит Евангелие. И на этом поле он, когда возвращается, он слышит там какое-то, какая-то веселье, радость. И спрашивает у своих слуг и узнает в чем. И вот он рассердился, обиделся и хотел уйти. И отец приходит к нему и говорит, слушай, это твой же брат, он пришел, это радость, давай, иди поделим эту радость вместе. И что он отвечает? Он говорит, что отец, столько времени я был с тобой, и ты даже козленка для моих друзей не зарезал. А он говорит, сын, это все же, это все, что было мое, это твое. То есть ты свободен был, сам хотел бы друзей, позвал бы и вместе бы покушали, веселились, никто вам не мешает. Интересно то, что здесь вот вопрос, интересно, не думали о том, почему Господь оставляет, то есть не показывает нам, не говорит, не досказывает. А в итоге сын этот старший послушал отца, он пришел на этот пир участвовать или нет? И второе, вот интересно, а почему не задумались, почему не подождались сына старшего? Или не пошли, не послал отец какого-то слугу, чтобы позвать этого сына? Не думали, чтобы вместе? Здесь очень много вопросов и ответов, давайте вместе начнем вот так думать над этими ответами на эти вопросы. Для нас более раскрывается, когда мы увидим другие причты, причты о талантах, причты о динарии, когда работникам один хозяин зовет на работу, виноградник людей и всем платит по динарию. Вот все это вместе нужно собрать и начинать рассматривать. Смотрите, в младшем сыне было некое мужество, мужество, которое решил взять. И вот смотрите, здесь мы видим следующее. Отец дает, то есть когда мы крестимся христиане, все мы получаем какие-то таланты, все мы получаем благодать от Бога, дары от Бога. И вот каждый берет, чтобы его приумножать, как говорится в той причте о талантах. Помните, я однему дал один, два, пять. И здесь сын берет то, что ему причитается младше. Он хочет, поэтому отец отдает. Но вопрос был в том, что этот сын неправильно это все использует. Он не для приумножения идет. Он расточает из-за своей гордости, из-за своей напыщенности, что я такой богатый, у меня все есть, я что хочу, могу делать, тратить как хочу. И мы здесь видим также то, что, как говорит, ушел в далекие страны, то есть отдалился. То есть человек, когда отдаляется от Бога, он теряет все дары, он теряет все, что у него было данное Богом при крещении. Понимаете, когда человек уходит от Бога, от Бога можно удалиться грехи грехами, но самый большой грех – это гордыня. Как святой Татхиватси говорит, что как без любви все добродетели ничто, так и без гордости все добродетели ничто. То есть основа всем грехам является гордость. То есть мы видим вот из-за этой гордыни человек уходит от Бога, как сатана с небес упал, да, вот с небес упал на землю. Так и человек, гордясь, он уходит в дальние страны, другие страны, где грех, где нет ничего божественного. И все это расточает, он все теряет. И вот в нем это было мужество, да, взять и вкладывать в дело. Вот как многие у кого бизнес есть, да, они вкладывают в бизнес, они рискуют, да, но вкладывают. Если правильно делают бизнес, они приобретают еще много. А вот второй сын, старший сын, он тоже это все имел, но он такой он взял, закопал этот талант. Он закопал все то, что ему Господь, то есть его отец дал. Помните, вот один закопал все внутрь, спрятал. И он этот человек, который, знаете, сидит и ропчет. Ропчет, осуждает других, винит во всем других. Вот это, у него тоже дары есть, а он смотрит на чужие грехи. Вместо того, чтобы свое приумножать, он боится это все тратить. Он боится рисковать, он боится делать шаги мудрости. Вы понимаете, в чем? И вот этот младший сын, он не побоялся. И, ну, поступил немудро, то есть расточил в своих грехах из-за своей гордыни. Как и вот этот, он был таким гордым, брат старший, что он сверху смотрел на брата. И что он говорит? Вот отец, он наблудниц тратил. То есть он такой грешник, он такой плохой, он такой сикой. Да, и поэтому, а ты мне ничего не даешь. Как не даешь? Бог же тебе, дорогой, дал дары. А ты сидишь, смотришь на чужие, кто чем занят. Как апостол говорит, ты то, что судишь чужого раба, он упадет или встанет. Он будет отвечать перед Богом. Поэтому вам что, как говорится, судите других? Он грешит или не грешит? Почему многие вот здесь есть люди верующие, которые, ну, не здесь, а вообще есть верующие, что кто-то, если чем-то занимается, делает какое-то дело, осуждают его. Ты не хорошо делаешь, ты не так делаешь, а сами ничего не делают. Вы понимаете? Вот эта притч, вот в этом человеке, в этом брате, показывает вот эту сторону верующих, которые всегда ропщут, всегда недовольны. И плюс завидуют. Понимаете? Завидуют, как мы видим в той, в другой притче, притче о динарии. Помните, там хозяин встал на дорогу, вышел, позвал работников и дал им, сказал, давайте за динарии работайте. И потом через несколько часов опять вышел за динарии, позвал других и работать. Потом еще он нашел людей последний час работать за динарии. И они согласились. И когда пришло время давать платить, и те, которые с утра под солнцем, под зноем работали, это все делали, вдруг говорят, а что им тоже динарии даешь? И что отвечает, ну, Господь, скажем так, да? Говорит, а ты чего завидуешь? Я тебя не обделил, я тебе сказал, я даю тебе столько. Им тоже дал, я тебя не обманул. Почему завидуешь? То есть, видите, вот это зависть. То есть, ну, динарии, здесь на динарии, на монете динарии написано изображение кесаря. То есть, все мы, христиане, удостоимся видения царя, царя небесного, Господа Бога. То есть, вся награда для христиан, это будет видение, то есть, узреть Господа на небесах по воскресенье. Но каждый из нас будет видеть по-разному. Один будет видеть намного ближе, один сдалека, но все мы будем довольны. Но вот здесь вот мы видим христианина, которому он завидует другому. Другой человек, который пришел к вере намного позже, чем этот. А у него дары, он, может, стал священником, может, он какие-то вещи делает, что другие не делает. А он всю жизнь, 30 лет был верующим и такой, знаете, правильным был и никогда ничего не делал. Он не грешил, но такой молился, постился, все. Но он завидовал внутри. Вот этот пример брата. Дорогие, вот посмотрите, узнайте в себе, вы кто? Вы этот старший брат или младший брат? Вы тот, кто, который осуждает других за то, что он не делает такой или он не делает такие грехи, как? Поэтому апостол говорит, те, кто кушают мясо, не судите того, кто не кушает. И наоборот, кто не кушает, не судите того, кто кушает это мясо. То есть все должно быть в любви. И поэтому, если человек он любит, он никогда не будет осуждать другого за то, что он делает, как служит Богу. Он долго молится или сидя молится, или стоя, он перекрестился или не перекрестился, или во время поста, как он постился или нет. Те, кто этим занимается, это мелочные люди. Извините, вот так скажу. Это мелочные люди, которые углубляются в такие мелкие вопросы. А внутри у них вот это, как сказать, гниль, гниль, зависть. А зависть, что вот это, как-то отрываться, говорит, у завистливых людей желтые лица. Они такая же желтеют, только черные лица. Это желчь, которая изливается изнутри в тело, и поэтому желчеет человек. Вот это, ну, такое неприятное, болезненное желтность и черность, чернота. И вот зависть на армянском наханс. Наханс. То есть сначала, сперва человек, когда кто завидует кому-то, он себе вредит. То есть себя мучает, себя изнутри кушает, а потом он что делает? Чтобы вот эту желчь излить, он начинает на других жаловаться, сплетничать. А других людях, на кого завидуют, начинает, например, видит он, к чему-то хорошему дошел, начинает. А это он все, вот это он из-за грехов, он сделал это то, и сплетни. А люди легче верят сплетням, басням, как говорится, фейкам, да, вот легче верят, чем другому. И вот иди доказывай, что ты не такой. И вот этот человек потом, когда видит, что другие страдают, потом он внутренне радуется. Вот видите, сначала он страдал, а сейчас другие пусть пострадают, да? Вот, и мне кажется, тот сын не пошел, не пошел, потому что и отец его не позвал, потому что знал, что этот сын изначально он ненавидел брата, не любил брата. Он был таким послушным работником у своего отца, что боялся даже друзей позвать и покушать там, повеселиться. Потому что он думал, что таким, будучи послушным, он более будет рад, ну, порадует отца. Но, как видим, отец был рад тем, что его сын вернулся. И он был бы рад тем, что если этот, его старший сын тоже обрадовался. Поэтому здесь, наверное, отец дает возможность, чтобы сын исправился, чтобы сын исцелился от своей вот этой зависти, очистился от этой желчи, чтобы тоже пришел и с братом помирился и обрел бы брата тоже, который был мертв и нашелся. Поэтому, дорогие верующие, не будьте такими, как этот старший брат. Будьте мудры, будьте рискованны, будьте мужественны, делайте шаги, делайте вещи, делайте с молитвой. И всегда оставайтесь при отчим доме, всегда оставайтесь с Богом, в Боге, чтобы делать добрые вещи. Не гордиться тем, что у вас есть, понимаете? Мы можем гордиться только тем, что у нас есть, это наши грехи, которые наши. Это мы создаем эти грехи, мы придумываем, как грешить, что делать. А добрые дела, это ангелы нам посылают, чтобы мы делали. И поэтому надо благодарить Бога, что у нас есть возможность, Господь дал нам возможность делать добрую вещь. Вы понимаете? То есть, когда что-то, если делаем хорошее, делаем доброе, да? Вот, к примеру, я делаю это в видео, к примеру, да? Я всегда благодарю Бога, что Господь дает возможность, здоровье, сил, мудрости, чтобы я мог делать видео. Признаюсь, это не мое. Я, если брать меня, вот я немножко лентяй. Иногда вот мысли, а что надо, кому это надо, это все делать, понимаете? Но Господь дает возможность, дает силы, и я делаю, потому что, как Господь тоже говорит, если что-то делаете, мы, рабы, ничего не стоящие, делаем то, что должны делать. Это не наше, да? И мы это делаем по славу нашего Господа. Всегда так живите. И вы всегда останетесь в отчим доме, не будете завидовать другим. И, дорогие, если вам кажется, что у вас дар какой-то не такой, как у других, ошибаетесь. У каждого есть свой дар. У одного один, у одного два, одному пять. Господь дает почему? Это ему решать, да? Кому столько давать. И ты приумножай, как апостол, потом Господь скажет, верным малым я поставлю над большим. Он дает тебе один, чтобы посмотреть, ты сможешь сделать из этого два. Если сделаешь два, то это потом сделается, станет четыре. Из четырех шесть, и так это восемь. И так поднимется, приумножится, понимаете? Вот вся суть и христианство. То есть не думайте, что если ты там что-то только маленькую вещь делаешь, а то там горы переворачивает целую. Ошибаетесь. Вспомните, две копейки, да, люмы, или как по-русски забыл, копейки вдовы, что Господь увидел и сказал, она больше положила. Потому что не в сумме, а в том, с каким сердцем и с какой верой ты это все делаешь. Вот так, дорогие блудный сын. И блудный сын, это вся была суть в том, что вот этот Господь показал нам характер верующих, но и любого отца, который сидел, ждал своего сына и учил старшего сына. И давал возможность. Как Татай Ватси говорит, Господь дал возможность Иуде исправиться. То есть Иуда был изначально вором, и Господь дал ему ящик от денег, чтобы он через вот этот ящик исправился, очистился от вот этой жадности, от сервероблюбия. Но он воровал и продолжал воровать, в итоге и продал Христа. Поэтому Господь иногда нам дает вещи, чтобы через это мы исправлялись. Вот так дела мудрости вам. Ну, а хотел еще вот, знаете, о чем поговорить сейчас в Армении? Это видео, дай Бог, выйдет в среду. Это неделя в Армении, страстная неделя. Авак Шапат. Вот, знаете, что, вот, Авак Шапат, наши верующие, я вот это сам тоже этим болел, скажу так. Все такие хмурые ходят, такие, знаете, нету радости. Я не говорю так прыгать, бегать от радости, знаете, а нету даже вот такой внутренней духовной радости. Вот, я вот сегодня вышел в город, там по делам пошел. И, кстати, подарок такой получил от моих друзей, очередной подарок. Я купил там аксессуары для съемок. Сегодня как раз Господь благословит моего вот этого друга и других друзей, которые всегда помогают. Вот, я пошел покупать вот это все и вышел в город. Вот сейчас неделя, пасхальная неделя, Песоха у евреев. Я смотрю на людей, семьями ходят. Они такие радостные. Такая радость у них, потому что они вспоминают то, что они освободились от гнета египетского, и Господь их вывел и привел в землю обетованную. А наши верующие, вот эти великие посты, они ходят такие, знаете, с таким страдальческим лицом, как такое ощущение, что их нас сильно заставили стать христианами, идти молиться в церковь, благодарить Бога и прославлять Бога. И как с этими людьми общаешься, сам в депрессию входишь. Ну, я сам тоже такие вещи раньше по молодости делал, а потом, когда понимаешь, что радость Господня, это дар Божий, радость. Господь очень много говорит о радости. Он просит у Отца в молитве, чтобы радость тоже была в нас совершенную. Апостолам говорит, говорит, вы сначала опечалитесь, а потом будете радоваться. То есть очень много говорится о радости. Опять говорю, радость не телесная, там сидеть, пир устраивать, танцевать, радоваться. Нет, а вот это духовная радость. Потому что Господь спас нас, освободил от греха. Он из греховного Египта нас спасает своей крестной смертью. И вот апостолы, они этого не понимали. И мы вот верующие, если да, первые лет 10 нашей веры не понимаем вот это, а потом это становится своего рода, как скажу, характером, чертой, ходить вот таким лицом, это означает, мы так и не поняли, что такое христианство, радость в Господе. Да, он один раз распялся. И вот не случайно армянской церкови эти шараканы, духовные песнопения, которые поются в церкови, да, они, я всегда думал, почему они такие радостные. Даже такие покаятельные шараканы, они как-то радостная нотка какая-то. Потому что мы радуемся, что Господь прощает нам. Он милует нас, Он спасает нас. Мы должны радоваться. И помним, есть шаракан хачико Христос еркар пагем. То есть, Христу Твоему Христос, Господь, поклоняюсь. Там, говорит, Твоим страданиям, Твоим мучениям, предательству, Твоему погребению, воскресенье мы прославляем, восхваляем и славим. То есть, абсурд, да, такой. Мы радуемся, что Он умер. Мы радуемся, что Он был погребен. Это такой абсурд. Но мы радуемся, потому что через эту смерть дано было нам спасение, дорогие. Поэтому вот эту неделю радуйтесь. Да, скажете сейчас, отец Гивон, но мы же грешники. Ну да, грешники, никто ничего не говорит. Именно грешники. Я иногда верующим говорю, говорит, отец Гивон, я согрешил. И такой, говорю, да, радуйся, что ты согрешил. Говорит, как радуйся? Нет, не то, что радуйся, что ты грешишь, а радуйся, что ты понял, что ты осознал, что ты согрешил. Сколько людей ходят и не знают, что они грешат. И вот ты радуйся, что Господь открыл тебе, что дает возможность спастись, очиститься, чтобы через покаяние потом благодарить Господа Бога. А вы сидите вот эту всю неделю вот такие ходите, такие, знаете, а потом приходит Пасха, и вы выходите из поста, причащаетесь и опять такие унылые ходите. Вот нет у вас пасхальной радости, дорогие, нету ни вот этого состояния. Я, будучи священником, наверное, замечали, вот когда причащаем, ну или священники всегда вот смотрят, ну, в левую сторону. Меня спрашивали, отец Гивон, а что ты смотришь в ту сторону? Ну, не то, что я ищу знакомые лица, а для того, чтобы смотреть, когда священник, он частицу просфору разделяет, он смотрит, сколько людей, чтобы приблизительно понять, ну, какой расчет, чтобы всем хватило, как бы, разделять, насколько мелко. То есть, если много людей, мало людей. И вот смотрю и смотрю, глаза людей, наших верующих, они как идут на какой-то, знаете, спант, вай, мега. Люди идут как на убой, как вот это, знаете, силой заставляют, они через какую-то плазму или через что-то они должны пройти, чтобы причаститься. И они когда причащаются, а ты с таким лицом и уходят. И всегда это меня удивляло. Опять говорю, я тоже так делаю. Мне казалось, что чем ты вот такой серьезный, чем ты такой грустный, такой угрюмый, тем более добродетельный. Нет. В этих глазах нету света, нету любви, нету радости. Наоборот, от радости ты должен выскакать, вот так, извините, скажу, прыгать, бегать, чтобы ты причащаешься, ты сегодня удостоен приблизиться, соединиться с Господом. Это великая радость. Вот об этой радости и говорит Господь, учит. Да, печаль, она должна быть в том, что если мы грешим, и мы забываем Бога, и от Него отходим, вот в этом должны печалиться. Ну да, если вы согрешили, покайтесь, Господь милостивый прощает, но все равно. Вот такие вещи, поэтому просите Господа, чтобы Он дал эту радость. Вот поищите, сколько радость, слово радость есть в Библии, и сколько раз говорит Господь о радости. Он постоянно говорит, чтобы радость была ваша совершенная, а совершенная радость, когда ты в Господе, ты любишь Господа, ты знаешь, что Он милостивый, Он прощает. Вот радость была отца, который встретил сына, и вот представьте, сын, который себя считает недостойным быть сыном, он принимает то, что отец его принимает. Он дает ему перстень, ему дает одежду, он все эти права восстанавливает и вместе целый пир устраивает. И человек, и сын радуется. Ну, опять, а брат тот хмурый, вот твой сын такой, это, сидит с блудницами, все потратил деньги, да, а я здесь такой святой сижу, хмурый, да, все делаю, как ты говоришь, а ты ему прощаешь, да. Да, вот, и вот мне кажется, вот этот сын, он обиженным ушел, он обиделся и он не принял отца, он не принял отчую любовь. И что говорит в той притче, возьмите вот этот талант, да, что у кого был один закопанный, да, талант, и отдайте другим. А этого выбросьте раба, где место, где будет смерть вечная, да, вот выбросьте этого человека. То есть этого человека ждало то, что в итоге, наверное, отец дал бы Паше и выгнал его, такого сына, который он не мог бы терпеть, чтобы в доме было постоянно вот это напряжение, чтобы этот ненависть, чтобы этот и могло быть дойти даже до драки или что, вот так, ну, человечески, если рассуждать. И поэтому он что говорит в этой притче, говорит, возьмется у него то, что у него и не было, отымется от него то, что и не было. Как можно взять то, что не было у него? То есть здесь хочется сказать, у него взяли то, что не было, то есть это то, что у него было, это не его было, это был дар Божий, который должен приумножать. А приумноженное, да, это уже принадлежит уже этому человеку, понимаете, а не то, что изначально он имел. Поэтому это все возьмется, этот сын и те, которые ропщут постоянно, недовольны, завидуют другим верующим, они никогда не войдут в царство, они не будут участвовать в Перу с отцом, не будут делить эту радость, потому что они изначально такие люди. Знаете, еще что хотел заметить, интересно, я вчера тоже вышел в город по делам и забыл, что здесь Песох, и заметил все магазины, кафетерии, все закрыто, транспорт не работает, народа почти не было. Это было где-то во второй половине дня, и я что понял, что вот вспомнил, точнее, в Армении, люди на праздники и воскресные дни работают. А здесь вот по субботам транспорт закрыт, все закрыто, люди отдыхают, ну, другое, чем занимается, это не об этом речь, но закрыто все. И поэтому, дорогие, мы хотим Божьих благословений, а мы чтим заповедь, да, суббота. Ну, суббота для нас это воскресенье, это другая тема, почему суббота, воскресенье, как-нибудь поговорим об этом. И поэтому нету Божьих благословений у нас, дорогие, потому что мы не чтим дни Господние, мы не чтим праздники Господние, мы не чтим воскресные дни. Я многих спрашиваю, почему вы работаете в воскресенье, это другое, я вот работал на международной, и раз в месяц попадала моя смена на воскресный день, да, это другое. А вот то, что в воскресный день люди идут там, у кого бизнес, там идут, это делают, магазин там, ярмарку, говорят, ну, только по воскресеньям хорошая работа бывает. И это люди работают, знаете что, вот это работает, это воскресный день, и поэтому они не благословляются. А здесь люди, смотрите, они в эти дни не работают, и Божие благословения есть даже за то, что они вот по ветхозаветным этим чтут субботние дни и праздники. Вот, учитесь. Знаете, мне в телеграме, в моем канале, в телеграме задали вопрос, что насчет богатства. Можно желать богатства, вот, желания. Смотрите, я в своей жизни что понял? Быть богатым – это тоже своего рода дар. Это своего рода дар Божий. То есть, если Господь кому-то дал вот это богатство, быть богатым, ну, не говорю, миллиардером или успешным человеком, он ему дал. А если он изначально это все не получил, значит, это не его. И человек, когда стремится, когда это не его, он стремится вот так ненасытно это все заполучить, вот это любостяжание, вот это грех. Человек впадет в серебрлюбие, что есть корень всех зол, как говорит апостол Павел. Этот человек, он уже, если его даже все нравственные законы может он перебороть, переступить, он начнет и обманывать, грабить, убивать за какую-то копейку. Поэтому, если вы выросли, какого-то, ну, дошли до какого-то периода в своей жизни и не разбогатели, и не можете бизнес делать, не получается, ну, не получается, да, значит, это не твое. Довольствуйтесь тем, что вы имеете, что дает Господь, своей работой. Больше не нужно. А те, кто это уже все имеет, это будьте мудры, будьте мудры во славу Божию и богатеть, и также во славу Господа Бога. А другим не нужно завидовать тем, которые богаты. Поэтому вот это, стремиться разбогатеться, это неправильно. Знаете, Господь не смотрит, сколько у тебя суммы и сколько ты тратишь, а Он смотрит на твое изъявление. Может, у тебя, мне вот видео делал недавно, там комментарий был под этим видео про Евангелие, рожденное морем. Вот там комментарий, такой искренний комментарий был, говорит, вот первый раз в жизни я жалею, что я не богатая, да. Понятно, но, знаете, вот человек, он даже одну люму маленькую, если сделает с верой, Господь на это смотрит, а не на количество. Ой, вот такие дела, не знаю, как что получилось, надеюсь, нормально и звук, и картинка будет нормальной. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня, благодарю всех тех, кто ставит лайки, пишет комментарии, поддерживает меня на моем канале. И что, да, еще хотел сказать, дорогие, мне приходят извещения на мейл, что с Facebook и ВКонтакте мне в личке пишут письма люди и вопросы задают. Вот, дорогие, я в Facebook и ВКонтакте не, я вышел с ноября прошлого года. И если кто, посмотрите на страничку мою, вы зайдите, и там я сказал, что я здесь уже не буду. И я оставил свои ссылки на телеграм-канал, здесь тоже вот под низом, под видео опять еще раз оставлю телеграм-канал, и вы заходите, вы можете со мной общаться там. Я туда пока еще не хочу возвращаться, несмотря странички не удалил, меня просили, чтобы я не удалял, потому что там много фоток, много информации, люди пользуются этим. Поэтому, дорогие, постарайтесь, постарайтесь быть внимательными, и вот пишите мне в телеграм-канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на ютуб-канал, ставьте лайки, пишите, распространяйте в соцсетях, буду благодарен также. Вот такие дела. Ну, всех храни Господь. И что еще? Вот такие дела. Спасибо вам и храни вас Господь.